Никто кроме нас. Сегодня воздушно-десантным войскам вооруженных сил России исполнилось 92 года со дня образования. По традиции мероприятие прошло в парке культуры и отдыха Зеленого острова Черкеска. Альбина Ламкова продолжит тему. На торжественном мероприятии воздушно-десантных войск приняли участие не только военнослужащие, но и представители власти, а также приглашенные гости. Ветеранам крылатой пехоты вручили грамоты и памятные медали. Наш коллега-журналист отдела вещания на карчаевском языке Ахмад Чачаев тоже был удостоен награды генерал армии Маргелов. И сегодня гордится тем, что во время службы ВДВ прославленный военачальник принимал парад, в котором он участвовал. Это самый бесценный, самый даревой орден для нас, потому что основатель воздушно-десантных войск. И первым его командующим был Маргелов. Десантник знает смерть лицов. Маргелов так сказал. И мы тоже знаем. Каждый знает свое место. Я поздравляю всех с днем десантника. Для Ахмада Расуловича 92-я годовщина празднования ВДВ еще и юбилейная. 55 лет назад, пройдя жесткую комиссию, он принял присягу. И на сегодняшний день остается верен ей. Он достойен, говорит один генерал. Достоин служить в ВДВ. Так сказал. Я был рад. Очень рад. Я бросил институт. Бывших десантников не бывает, отметили на торжестве. Так как по окончании службы голубые береты продолжают свято хранить традиции ВДВ. Оказывать помощь инвалидам и семьям погибших товарищей. Воспитывать настоящих патриотов. Готовых в любую минуту с оружием в руках стать на защиту отчизны. А еще десантники – большие оптимисты. Позитив – их отличительная черта. У нас единственный народ, войск, у которого нет национальности. Мы все родом из ВДВ и батя наш Маргелов. И мы гордимся им. Мы до сих пор в душе, хоть уже старые, правда, но еще молодые. Вот мы делим ВДВ, да, братишка. Дай вам Бог счастья. Ценить жизнь мы нас научили. Служил в прибалтийской стране, в Литве, а потом перебросили в Кировобад, Азербайджан. Мы служили в Советском Союзе, но если родина потребуется, мы и сейчас будем послужить в России. Дай Бог всем десантникам здоровья, счастья, удачи. Также и вам всем. На торжестве назначили и нового председателя Союза десантников Корчаева-Черкесии. Им стал ветеран ВДВ Александр Максименко. Когда рвался еще в Афганистан, когда срочная пришла, я был единственным ребенком мужского пола у мамы, поэтому меня не взяли. Но когда мне было уже 30 лет, тогда я уже сам решил стать десантником. И очень горжусь. Затем по уже сложившейся традиции состоялось возложение цветов у памятника основателю ВДВ, военачальнику генералу Василию Маргелову. Альбина Ламкова, Олег Малхожев, Вести, Корчаева, Черкесия.